День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Мы часто затрагивали вот темы, как все-таки ковид сказался на разных сферах, как усложнил жизнь простых людей. В частности, конечно же, многие стали реже обращаться к врачам. Особенно вот я помню, когда страшно было вообще пойти куда-нибудь в больницу, в поликлинику. Казалось, что это какое-то вот посещение лепрозория просто. Что ты идешь куда-то... Там обязательно заразишься. Обязательно вот куда-нибудь к чему-нибудь прикоснешься. Но, тем не менее, вот есть статистика о том, что люди все-таки стали чаще пытаться лечиться дома по информации, доступной в интернете. И, очевидно, значит, это означает, что реже они стали обращаться к врачам. Но, во-первых, все-таки и, может быть, усложнилась сама процедура получения врачебных услуг. И все-таки мы видим загруженность. И то, что медики тоже болели достаточно... Многие болели ковидом и тоже там были выбиты как бы из своей профессии на какое-то время. Вот о всех этих проблемах, о лечении, самолечении мы хотели бы поговорить с директором железнодорожной поликлиники, с Анитой Каменщиковой. Здравствуйте, Анита. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А насколько опасно самолечение? Давайте начнём вот с главного. Если я чувствую в себе лёгкое недомогание, начинаю гуглить симптомы, я не знаю, там режет глаза или там соднит горло. Да, насморк просто, Господи. Да, любой насморк, да. И я сразу начинаю так, насморк лечить. И там мне выдают список. Я пользуюсь либо народными средствами, либо бегу в аптеку. К чему это может привести? Ваш опыт что показывает? Ну, вопрос на этот ответ не столько однозначный, насколько кажется. Гугл – это великий инструмент. Вопрос в том, как мы умеем с ним пользоваться и что мы смотрим. Насколько мы достоверные сайты выбираем? Насколько мы ознакомливаемся, кто пишет в этих статьях? Кто есть авторы? Потому что если подойти к вопросу серьезно, в гугле можно найти очень много положительных и достоверных ответов. Ну, я хочу сказать, что всю жизнь есть два вопроса, в которых большинство наше население знало правильные ответы. Как это вопрос о педагогике, как правильно воспитывать и учить детей. И второй вопрос – как правильно лечить. И если до ковида, до гугла это были какие-то самоиздаты какие-то, ну, тоже не совсем верные издания печатные, то сейчас люди ищут в гугле ответы. Да, но чем вот это все-таки чревато, то, что эта информация может оказаться недостоверной или вредной даже? Это, конечно, осложнение. Это осложнение, это тяжелые осложнения, которые потом придется лечить более длительно и потребует больше средств. Но Вы сказали в то же время, что есть и вполне сайты, которым можно доверять, источники информации проверенные, и, в принципе, ведь довольно много можно найти информации, где специалисты делятся своим опытом и дают какие-то ценные советы. Ну, из того, что касается, скажем, каких-то неопасных заболеваний, просто вот, когда, может быть, даже и не обязательно обращаться к врачу, а достаточно просто воспользоваться этим сайтом. Найти правильный сайт. Да, найти правильный сайт, Александр, абсолютно правильно, потому что надо смотреть, кто есть в редакционной комиссии, и если это медики, профессора, ведущие специалисты наших университетов, то, наверное, там будет более достоверная информация. Если, ну, вместе с тем, надо понимать, что интернет и Google вошел в нашу жизнь очень сильно, и сейчас чаще и чаще есть возможность консультироваться отдаленно. Вот как раз если до ковида телемаркетинг у нас довольно, телефонные консультации, я извиняюсь, и видеоконсультации входили довольно трудно, то сейчас спрос на отдаленные консультации, на третье мнение очень-очень доступно, и есть большой спрос у пациентов на это. Вот сейчас мы открываем такой отдаленный филиал в Далгалпиосе, где наши пациенты смогут получить консультацию высококвалифицированных специалистов из Риги, не приезжая в Ригу. А каким образом будет происходить обследование, то есть врач говорит, пожалуйста, нажмите себе пальцем сюда, болит, не болит, и таким образом будет определять? То, о чем вы говорите, это далекое будущее, может быть, даже не такое далекое, но то, о чем сейчас, на сегодняшнем дне, есть, когда уже проведен ряд обследований, но нужны консультации, нужны дополнительные, может быть, третье мнение, пациент не верит или сомневается в установке диагноза врачей, у которых он лечит, он хочет получить консультацию профессора из Риги. Это больше как третье мнение и как консультативная помощь. Но то, о чем вы говорите, нажмите, покажите, это, я думаю, будет довольно скоро, потому что есть много гаджетов, которые как раз работают в таком виде, есть уже и отдаленная возможность сердца проверять, кардиограммы сделать, есть даже дерматологические разные даджеты. Я думаю, что даже не так долго этот путь, когда это будет тоже доступно. Ну, это вот мы говорим действительно о медицине будущего, а если все-таки вот вернуться к тому, что люди стали, ну, реже, может быть, обращаться к врачам, и насколько вот им, куда им нужно, какие сайты, например, заслуживают доверия, какие источники информации, вот, которым можно доверять? Ну, например, ARS, LV, он есть и на алтышском, и на русском языке. Медицина, LV, оно есть на алтышском, и на русском языке. Есть целый ряд, конечно, профессиональных изданий, но это нормальному читателю будет трудно понимать, но в этих сайтах есть объективная информация, которую пишут врачи. И там, и редактируют его тоже врачи. Но, с другой стороны, ведь в интернете каждый может себя объявить, не знаю, там, академиком, академией медицины, какого-нибудь несущественного, то есть мы все знаем, как это работает, как люди себе приписывают какие-то несуществующие заслуги, и проверить это достаточно сложно. Вот есть ли какой-то, может быть, контроль государства за такого рода деятельностью, или здесь возможен обман? Возман, обман возможен, естественно. На сегодняшний день, насколько мне известно, контроль такой государства не осуществляется. Если кто-то замечает явные методы шарлатанства с коммерческим интересом, то это, конечно, делало руку уже полиции. Но, как я и в начале нашей беседы говорила, что Google – великий инструмент, но им надо уметь пользоваться. И это точно также по аналогии, вы знаете, любой интернет-магазин, тоже есть липовые интернет-магазины, и есть целый ряд мошенников. Мошенники есть и в интернете, и в реальной жизни. Только от нашего образования и умения это различить мы можем уберечь себя. То есть вы призываете все-таки не заниматься самолечением даже на проверенных сайтах? Ну вот вы упомянули ARS, LV, медицина LV, а обращаться к специалистам, например, заходить через семейного врача, как это и принято? Безусловно. Поскольку я хочу сказать, что после первого вот этой волны ковида обращаемость возросла. В медицинских учреждениях, конечно, мы работаем с очень большой нагрузкой. Но для этого, чтобы люди не стояли в очереди, чтобы не ждали. Это первая институция, это институция семейного врача, который в состоянии решить очень много вопросов. Потом, я думаю, что есть доступны на сегодняшний момент и такие средства, как, например, ЭПОЛИ клиника, где можно в интернете записаться, где сразу видно, где есть государственные квотные места, где есть платные места, чтобы не тратить время, не звонить, не приходить в регистратуру, чтобы только записаться. Но, конечно, в решении проблемы всегда нужно выбирать специалиста. Как в любой другой отрасли, в педагогике, не знаю, в строительстве, так и, конечно, по вопросу здоровья, что и самое дорогое, что есть у человека, всё-таки надо довериться специалисту. Мне кажется, что, в принципе, ничего не изменилось. И, господи, даже полвека назад, когда не было ещё интернета, мнительные люди изучали медицинские справки, ну, вот, большие энциклопедии медицинские. И даже, по-моему, у Жванецкого была прекрасная миниатюра, где начинают находить у себя все симптомы, какие написаны в справочнике. Ну, это Джером. Кроме того, Джером, да. Где было найдено всё, помимо родильной горячки. Да. То есть, это, в принципе, вот если человек мнительный, если он начинает искать у себя симптомы, опять-таки, лучше, наверное, ему обратиться к семейному врачу, который сможет определить уже, нужно ли ему идти к специалисту или нет. Безусловно, я дополню, есть, ну, это одна крайность, но есть и вторая крайность. Очень, ну, наплевательское отношение к своему здоровью. Вот, поболит, перейдёт. Ну, я не был у своего семейного врача 20-30 лет. Мы этим хвастаемся. Ну, это, в принципе, плохой тон. Потому что свою машину мы, извините, раз в год обязательно проверяем, а себя нет. Я призываю людей, которые даже на сегодняшний момент себя хорошо чувствуют, всё-таки прийти к своему семейному врачу, потому что очень много на сегодня медицина может сделать на чайных стадиях. Очень много. Не только и разговоре по онкологии. Это касается и кардиологии, и многих-многих других заболеваний. Так и будем следовать вашей рекомендации. Да. Да, говоря, ну, просто вот, может быть, про медицину будущего. Действительно, вот вы видите перспективу в таких вот, что мы уже упомянули, в таких удалённых консультациях. То есть, возможности, например, людям из провинции, из маленьких городов, сёл получать с консультацией столичных профессоров, светил науки, вот именно не приезжая, не тратя время. Да, да. То есть, это вот, в принципе, за этим вы видите будущее? Это уже не будущее, это настоящее сегодня. Это уже применяется во всём мире, в Европе, и сейчас у нас и в Латвии очень доступно. Будущее – это когда даже разные технические средства мы будем применять не только в разговоре, но уже в обследовании. Как вы говорили, человек приложит аппарат к какой-то части тела, и он уже даст сигнал о том, что же там происходит. Осталось только дожить до этого. Дождётся тот, кто будет здоров. Я думаю, молодые люди, вы доживёте. Шанс увеличивается у тех, кто не занимается самолечением по Гуглу, а если по Гуглу, то на проверенных сайтах. А проверенные сайты доктор Анита Каменщикова произнесла, и они через некоторое время появятся. А, с ЛВ, медицина ЛВ. Да, медицина ЛВ. Они ещё появятся на нашем новостном портале МиксНьюс ЛВ. Мы благодарим директора поликлиники ВЦА, из железнодорожной поликлиники Аниду Каменщикову, за консультацию, удалённую консультацию, как сейчас это модно с медиками. Спасибо. Будьте здоровы тоже прежде всего. Ну и напоминаем, что... Спасибо. Хорошего дня. Само лечение, оно чревато, как тоже доктор Каменщикова сказал, это и дольше по времени, и дороже по деньгам выйдет. Так что берегите себя, пожалуйста, лишний раз. Не стесняйтесь обратиться за консультацией к нормальным проверенным врачам, к семейному, например. Не нравится семейный, меняем семейного врача, но всё лучше, дешевле и для здоровья полезительнее, чем вот это вот самолечение по Гуглу. Ну, а у нас впереди очень насыщенная программа, программа Академия Здоровья, и программа Очевидец Людмилы Прибыльской, и Зелёная Лампа, гостем которой станет писатель Руальд Добровенский. Вы слушаете радио Болткома.